С главными новостями дня в студии Ирина Цепетова. Госдума приняла ряд законов на тему выборов. Во втором и сразу в третьем окончательном чтениях был одобрен проект закона об обязательном участии всех кандидатов в теледебатах. Введены новые правила для СМИ, освещающих процесс голосования. Так вводится обязательная аккредитация для журналистов для работы на избирательном участке. Получить ее сможет только журналист, проработавший в издании не менее двух месяцев по трудовому договору. Аккредитация журналистов будет проходить за три дня до выборов или референдума. Своего кандидата граждане имеют право увидеть до выборов, а не после, чтобы получить представление о том, за кого они отдают свои голоса. Понимает ли этот кандидат специфику территории, с какими предложениями он идет на выборы, какими морально-этическими убеждениями он руководствуется. Речь идет о дебатах на каналах государственных и муниципальных организаций телерадиовещания. В случае нарушения требования, причитающиеся кандидатам эфирное время, переходит оппоненту. При этом нормы законопроекта распространяются на выборы всех уровней, кроме избрания главы государства. Партии сами будут определять, кто из их представителей достоин принимать участие в межпартийных дебатах. Подробнее об этом мы поговорим в студии с нашим гостем. У нас в гостях секретарь Нинецкой избирательной комиссии Лариса Сверидова. Лариса Викторовна, здравствуйте. Согласно законопроекту вводится такой дополнительный элемент избирательной кампании, как теледебат. И он становится обязательным. Расскажите поподробнее, пожалуйста, об этом. Да, Ирина, совершенно правильно. В избирательное законодательство на сегодняшний момент внесено ряд изменений, которые уже вступило в силу, и те, которые скоро вступят. Касаются они, во-первых, участия непосредственно кандидатов в самих выборах. Это конкретно участие личного их участия в теледебатах. И, конечно же, использование приоритетно личного их изображения в агитационных материалах. Кроме того, избирательное законодательство сейчас урегулировало участие средств массовых информаций в освещении выборах. Именно так, что теперь могут участвовать только аккредитованные журналисты и аккредитованные СМИ в освещении компаний. Конечно, и ранее это было урегулировано, но сейчас введена жесткая норма о том, что только имеет право освещать саму компанию журналист, который либо в порядке трудового или гражданского правового договора, работающий более двух месяцев в телерадиокомпании. Кроме того, СМИ должны заблаговременно предупреждать участковые комиссии или любую другую комиссию за три дня о том, что они готовятся к съемке и будут участвовать в освещении выборов. Такие изменения урегулируют порядок присутствия участников и лиц, которые имеют право доступа на избирательный участок. Вы, наверное, слышали о том, что у нас коснулись эти изменения и статуса наблюдателей, которых теперь может быть на участке не более двух. Также точно наблюдателям теперь дано право ввести фото- и видеофиксацию и удаление их возможности сейчас только в судебном порядке. Давайте подробнее все-таки коснемся теледебатов. Я так понимаю, что раньше в обязательном порядке не была установлена такая норма. То есть не обязательно было участвовать в теледебатах, теперь же это стало обязательной нормой. Вот что она дает кандидату и что она дает избирателю? Такая норма внесена, я думаю, для того, чтобы повысить узнаваемость кандидатов. Она обязательно для всех кандидатов на всех выборах, кроме президента Российской Федерации. Мы понимаем о том, что те кандидаты, которые претендуют на посты в регионах, будь то законодательный орган или главы региона, может быть, депутаты Совета муниципального образования или на пост главы муниципального образования, конечно, они должны быть узнаваемы. И, конечно, население должно представлять не только их образ, но и понимать, какими мнениями, какими суждениями, а дальше и программными моментами, они будут руководствоваться в период своей работы в той или иной должности. Поэтому я вижу здесь позитивные изменения, внесения, и я думаю, они направлены, и скоро это избиратель поймет, на то, чтобы избиратель был более информирован о тех кандидатах, которые идут во власть. То есть уже в эту избирательную кампанию 2016 года будут действовать? Да, норма будет применяться. А теперь давайте подробнее поговорим о наблюдателях. Если раньше допускалось на участие наблюдателей на избирательном участке, ну, по крайней мере, не более пяти, то сейчас число фиксировано, это два наблюдателя от кандидата, либо от партии, либо от объединения, которое зарегистрировало список кандидатов. Понятно, что ранее наблюдатели могли единовременно присутствовать один наблюдатель на избирательном участке, и, возможно, была смена наблюдателя, но приоритетным только было правило, что наблюдатель должен находиться на избирательном участке строго один от избирательного объединения или от кандидата, если не совпадают. Сейчас же не более двух. Потому что если даже брать простые цифры на примере Нинска автономного округа или других субъектов, в которых может уже сейчас принимать участие 14 партий, которые без сбора подписей, могут участвовать в избирательной кампании, и умножаем на два, то понятно, что на каждом избирательном участке вот такое количество в итоге имеет право наблюдателей участвовать. А плюс еще кандидат имеет право посетить, также точно туда могут приехать и уполномоченные представители другого кандидата. То есть избирательные участки не всегда могут поместить такое количество народа, поэтому вводятся ограничения. Я думаю, что это разумно, потому что все партии, те, которые уже и участвовали на выборах, и которые будут участвовать, они понимают, что самый главный процесс и самое главное беспрепятствование, чтобы не было препятствий для осуществления воли и излюбления граждан. На сегодняшний день были внесены изменения, касающиеся урегулирования проведения автопробегов и палаточных городков. Сейчас данным мероприятиям присвоен статус публичных мероприятий, и они будут регулироваться законом о проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований. Кроме того, если будет проводиться одиночный пикет, в порядке которого будет возведена сборная конструкция, организатор данного пикета должен будет за три дня предупредить о проведении такого пикета. Лариса Викторовна, спасибо за экспертную оценку. А в регионе может появиться первый социальный магазин. Продолжение следует...